Здравствуйте! В эфире «Мои Удмуртии» специальный выпуск новостей в студии Марина Баль. Я и мои коллеги расскажем, как в Удмуртии прошел единый день голосования и озвучим первые предварительные результаты. Выборы главы Удмуртии завершились ровно в 20.00. Все избирательные участки закрылись. Сейчас идет подсчет бюллетеней. Светлана Буланова подробнее. Семья Садыковых только что вернулась с набережных Челнов и сразу на свой избирательный участок. Пропускать выборы никак нельзя, уверен глава большого семейства. И буквально за 10 минут до закрытия участка Руслан выполнил свой гражданский долг. Отдал голос за кандидата на пост главы республики и высказал свой наказ будущему руководителю Удмуртии. Главе региона. Побольше, просто побольше гулять по улицам, смотреть, как живут люди. И видеть не из окна кабинета, а видеть своими глазами на обычной Ежевской улице. Таких, как Руслан, болеющих всем сердцем за будущее нашей республики, на 12-м участке оказалось достаточно. Из полторы тысячи избирателей явилось более половины. Приходили и пожилые, и молодежь. Причем каких-либо эксцессов ни на этом, ни на других участках не наблюдалось. 12-часовая работа комиссии осуществлялась в штатном режиме. В 20.00 этот участок, как и все остальные, закрыли свои двери. Сейчас вот закрылся избирательный участок, члены комиссии ведут подсчет по спискам, работают со списком, после этого начнут подсчет уже бюллетеней. Более часа понадобится комиссия для подсчета всех бюллетеней. Затем данные будут переданы в территориальную избирательную комиссию. Затем вся информация идет в Центр-Избирком. Светлана Буланова, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». Но голосовали сегодня не только жители Удмуртии. В 30 регионах прошли выборы глав, например, у наших соседей, в Башкирии, Кировской, Оренбургской, Нижегородской и Самарской областях. А в 14 субъектах федерации выбирали региональные парламенты, в том числе в Крыму и Севастополе. Для Удмуртии эти выборы особенные, хотя бы потому, что в этот раз мы выбирали не президента, а главу республики. Старт выборам главы Удмуртии дали сельские районы. Избирательные участки там открылись на час раньше. В Завеловском районе люди голосовать начали в 7 утра. В Малопургинском, например, для механизаторов, которые с рассвета в полях, организовали спецтранспорт. В нынче у нас первая практика, не останавливая полевые работы, мы решили, организовали микроавтобусы, автобусы, чтобы рабочих привезти прямо с рабочего места на избирательные участки, и чтобы они проголосовали за будущее колхоза, за будущее деревни, за будущее район. Почти весь день в лидерах по числу голосующих был Киясовский район. Высокую явку в 99% прогнозировали и в первой республиканской клинической больнице. Для пациентов там был создан спецучасток. Проголосовать могли даже те, кто по состоянию здоровья дойти до участка не мог. Те пациенты, которые не могут спуститься или инвалиды, мы к ним пойдем по палатам, то есть это будет голосование вне помещения. Переносные урны сегодня члены избиркома возили по домам ежевчан у Ольги Шкляевой ДЦП. Добираться до избирательного участка для нее проблема. Поэтому комиссию девушка пригласила к себе, заранее написав заявление с просьбой голосовать дома. Ну потому что это моя республика и мне важно сделать выбор. Потому что все равно ведь мы должны принимать решение, кто будет нашей республикой управлять. Ольга Викторовна, даю вам избирательный бюллетень. Напротив понравившегося вам кандидата можно поставить любой знак, галочку, крестик, квадратик. Напоминаю, что знак нужно ставить только один. Галочки в бюллетенях сегодня поставили и кандидаты на пост главы Удмуртии. Сергей Логинов, кандидат от партии «Коммунисты России», голосовал в Глазове на избирательный участок, пришел с семьей. Тоже с семьей и тоже в Глазове голосовал и Владимир Чепкасов, кандидат от КПРФ. Кандидат от либерал-демократов Андрей Маркин свой выбор сделал на участке в Доме культуры Дзержинского. Здесь в бюллетене принимали электронные урны. Александр Соловьев, кандидат от «Единой России», проголосовал на избирательном участке, расположенном во втором корпусе УДГУ. Одним из первых на своем участке появился и спикер республиканского парламента. Владимир Невостроев считает, что эти выборы для Удмуртии самые важные. Я проголосовал за достойного кандидата, за Александра Васильевича Соловьева, который многое сделал уже в республике. Узнаваемый человек и думаю, что под его началом еще много хороших дел будет сделано в нашей республике, будет стабильность в республике и благополучие. За Александра Соловьева свой голос отдал и экс-глава Удмуртии. Важно, чтобы твоя хата с краю никогда не была. И поэтому, если ты не участвуешь в выборах, значит, тогда не имеешь морального права предъявлять претензии к тех, кого кто-то за тебя выбрал. Поэтому участие в выборах – это твоя гражданская позиция. Подсчет голосов будет вестись всю ночь. Результаты Центр-избирком озвучит в понедельник. Анастасия Редько, телеканал «Моя Удмуртия». В Центральной избирательной комиссии в Удмуртии подвели очередные промежуточные итоги явки избирателей. По ним на 18.00 в целом по республике проголосовало 449 544 избирателей. Это чуть больше 37%. Из городов Пальму первенство по явке держит Можга, далее Воткинск, Сарапол, Глазов и Ижевск. Среди районов высокая явка в Киясовском, Алнашском, Дебесском. Там везде на выборы пришло более 60% избирателей. Избирательные комиссии сейчас ведут подсчет голосов, которые жители Удмуртии отдали в поддержку кандидатов на пост главы республики. За кого голосовали сегодня ижевчане, расспросили наши корреспонденты. Конечно же мы отдали голос за Александру Васильевичу Соловьеву. Мы его знаем. Он наш. Он из Удмуртии. Никогда из республики не выезжал. Выезжал только два раза. Один раз в армию и другой раз в Москву, в Совет Федерации. Замечательный, позитивный человек. За кого проголосовали? Это останется при мне. Мы отдали голос за Соловьеву, потому что, зная, что имеет свой, так скажем, большой, достаточно большой жизненный опыт, он вряд ли поведет республику, но в каком-то другом направлении. А так направление правильное вроде. А направление у него правильное, да, с нашей точки зрения правильное. И все как-то делается, и дороги, и прочее. Вы голосовали уже? Да, я уже проголосовал. А расскажите, если не секрет, за кого и почему? Не скажу. Это мое личное дело, не скажу. За светлое будущее, конечно. За здравоохранение. За Соловьева. Я голосую за Александра Васильевича и Соловьева. Почему? Почему? Мне нравится его программа, мне нравится его отношение к работе, мне нравится его отношение к жизни, и вообще мне нравится этот человек. Наш корреспондент Елена Реверчук сегодня работает в Москве на брифинге, который проводит ЦИК-партия «Единая Россия». Единороссы следят за ходом выборов по всей стране. Мы связались с Еленой по телефону, вот что она сообщила. ЦИК-партия «Единая Россия» с шести часов вечера работают журналисты со всей России. Представлены все 84 субъекта, где проходят сегодня выборы. Перед журналистами уже выступил секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов. Он обозначил предварительные итоги появки. Это 43% по России. Но это практически второй результат за последние 12 выборных кампаний. Сейчас все ждут выступления Дмитрия Медведева, который подведет предварительные результаты выборов. И проведет селекторное совещание с участием 30 регионов, где проходят выборы. Еще раз повторю, что в Москве в эти минуты ждут выступления Дмитрия Медведева. Премьер-министр объявит предварительные результаты выборов. И проведет селекторное совещание с участием 30 регионов, где проходят выборы главы. Удмуртию будет представлять Александр Соловьев. Выборы главы Удбуртия многие эксперты и политики уже называют самыми спокойными и открытыми за последние годы. За ходом голосования, помимо Центра избиркома, весь день следили и штабы кандидатов. До закрытия участков мы съездили в каждый штаб и спросили, как идет выборная гонка и есть ли нарушения. Елена Лебедева расскажет подробнее. В штабе партии КПРФ телефоны буквально разрываются. Наблюдатели в оперативном режиме каждые два часа сообщают о явке на избирательной участке и о том, как идет голосование. Самыми активными в первой половине дня, по данным штаба, стали сельские жители. Так, например, в Болезинском районе к обеду явка составила уже 30%. Горожане, как правило, подтягиваются ближе к вечеру. Крупных жалоб по городу Ижевску и замечаний не поступало. Когда мы получим от каждого наблюдателя копию протокола, когда произведем параллельный подсчет всех голосов, тогда и работа завершится. Следят за ходом выборной гонки и либерал-демократы. Они также каждые два часа получают новые данные с избирательных участков и сверяют их с ЦИКом Удмуртия. Пока все проходит без нарушений и претензий. В целом нарушений не выявлено на данную минуту. По крайней мере, о каких-либо серьезных нарушениях нам неизвестно. Как я уже сказал, что компанию мы оцениваем весьма положительно. Мы удовлетворены ведением предвыборной агитации. Надеемся на хороший результат. Избирательный штаб от коммунистов России работает в Глазове. Здесь, говорят, выборы проходят честно в соответствии с законом. И в единый день голосования никаких серьезных нарушений, что могли бы повлиять на результаты, не зафиксировано. Выборы, я думаю, состоятся. Они уже, фактически, можно сказать, состоялись. И сама избирательная кампания прошла хорошо, мягко. Никто нас не прессовал, никто нас не запугивал. Открытость избирательной кампании подтвердили и единороссы. Партийцы отметили и честность предвыборной агитации. У каждого кандидата была возможность выступить в дебатах. Нарушений на избирательных участках не зафиксировано. Но я бы могла отметить, что избирательная кампания идет в спокойном режиме. В общем-то, никаких эксцессов, ничего пока не было. Избирательные штабы будут работать до поздней ночи, пока не получат все протоколы наблюдателей с участков. И не завершат свой подсчет голосов, чтобы потом сравнить с данными Центра избиркома. Елена Ребедева, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». В Ижевск сегодня выбрали «Рыжую королеву». Так в столице республики финишировал «Рыжий фестиваль». Праздничные мероприятия проводились по всему городу. Повезло ижевчанам и гостям столицы с погодой. Сотни человек смогли стать участниками веселых конкурсов и акций. Софья Цыгинцева подробнее. «Рыжий фестиваль» в Ижевске проводится уже в 11-й раз. Но впервые праздник столица республики отметила с таким размахом. Сегодня весь день на площадках по всему городу, сменяя друг друга, проводились конкурсы, состязания и разные шоу. Открылся праздник сельхозярмаркой. Мне кажется, праздник удался. Этому поспособствовала погода. С утра была некоторая настороженность, было прохладно. Великолепно открылся праздник у Ледового дворца «Рыжая лукошка», куда огородники привезли свою продукцию, делились опытом, разговаривали. С самого утра сегодня и на Центральной площади было многолюдно. Именно здесь проходили все самые основные мероприятия «Рыжего фестиваля». Масса конкурсов и концертов. Посмотреть и поучаствовать в «Рыжей феерии» приходили семьями. Годовалая Алина пришла вместе с мамой на конкурс рисунков «Рыжевское солнце». Ее творчество, как и многих других юных художников, организаторами не осталось незамеченным. Мы рыжие тоже, праздник наш. В прошлом году мы тоже ходили, очень понравилось. В этом году тоже решили сходить. Весело очень все равно. С утра хоть и погода пасмурная была, все равно солнышко появилось, настроение праздничное. А вечером на Центральной площади столицы состоялся финал конкурса «Рыжая красавица». Победой в этом году досталась студентке из Ижевска Татьяне Повышевой. На глазах у сотен горожан. Корону ей одел солист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев. Я учусь в Ижевской государственной медицинской академии. Будущий врач. Занимаюсь я активистом студенческого совета. Увлечения уже мои перечислили. Я очень рада тому, что я представляю все-таки такой отрасли, как медицина. И люди должны знать, что люди не только умные, но и красивые. «Рыжая королева республики» помимо короны получила еще и денежный приз. Остальные девять участниц также ушли со сцены с подарками. Софья Цыгвинцева, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». На этом у нас все. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok